Подъем государственного флага Российской Федерации осуществил капитан Северского трубника Андрей Квашнин. На торжественном открытии гостей приветствовала на Полевской земле и почивала хлебом с солью Медной горы хозяйка. Надеюсь, что прибытие в наших краях надолго оставит память о гостеприимстве Уральской земли. Участников напутствовали управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев, заместитель главы Полевского городского округа Дмитрий Коробейников, а также лучший хоккеист в столетии Николай Александрович Дураков. Я рад, что эти традиции продолжаются у нас в городе. И Северский трубный завод делает сегодня все для того, чтобы молодое пополнение для наших сборных росло в нашем городе, чтобы вырастали здесь настоящие бойцы, настоящие хоккеисты, и чтобы они представляли свою малую родину, и чтобы они достигали высоких спортивных результатов. Очень рады видеть здесь наших шведских гостей. Мы рады, что у нас существует такая дружба, что наши дети ездят к вам в гости, а вы приезжаете к нам. Я думаю, что это позволяет заложить на долгие годы хорошую спортивную дружбу, спортивный дух и стимулирует рост спортивных результатов. Ребята, мне очень приятно поздравить вас от имени ветеранов русского хоккея, чемпионов неоднократных мира и Европы, с тем, что вы продолжаете играть в русский хоккей, продолжаете приносить славу России на международных встречах. И мне хотелось, чтобы вы, как и всегда, показывали русский хоккей в том виде, в каком его мы видим и будем видеть. В этом году, равно как и в прошлом, в турнире принимает участие 6 коллективов. Помимо хозяев льда команды «Северский трубник» это «Новосибирская заря», «Бюсыша энергия» из Среднего Уральска, занявшая место родины из Кирова, а также первоуральский «Уральский трубник», вновь выставивший два состава и гости из Швеции команда «Тилберга». Чувства очень такие хорошие, что команда сильнее, чем в том году чувствуется, что мы играем лучше, что хорошее чувство, что мы выиграем, но, конечно, зависит от соперников. В матче открытия, как и год назад, сошлись хозяева турнира «Северский трубник» и шведская команда «Тилберга». Гости довольно быстро открыли счет, но юные полевские хоккеисты смогли собраться и перехватить инициативу. За 16 минут до окончания матча трубники вели со счетом 3-1, но шведы на последней минуте сумели сравнять счет, а затем в серии после матчевых пенальти и вовсе вырвать победу со счетом 5-4. Отметим, что на шведскую команду все остальные коллективы настраиваются по-особенному. Все намерены дать бой заморским гостям, но не у всех это получается. Зато матчи с «Тилбергой» всегда проходят ярко и зрелищно. Благо в этом году погода порадовала организаторов и участников, и было не так холодно, как во время проведения прошлых турниров. Во второй игровой день «Северский трубник» в упорнейшей борьбе переиграл «Уральский трубник 2000» со счетом 4-2. В третий игровой день полевчане без особых проблем разобрались с «Дю США Энергией» и «Среднеуральска» 11-2. В субботу нашим ребятам предстояла встреча с главным претендентом на первое место на тот момент – Новосибирской «Зарей». Тут наши уступили со счетом 8-1. Сильнее оказались новосибирцы. И заключительный день турнира наши трубники проводили игру с «Уральским трубником 2001». Победа выводила полевчан на второе место, но за 4 минуты до финального свистка при равном счете 2-2 первоуральцам удалось забросить победную шайбу, и вторыми на турнире стали они. В итоге первое место заняла новосибирская «Заря», победившая всех соперников, бронза у гостей из Швеции команды «Тилберга». Полевчане довольствовались четвертой строчкой.